Добрый вечер! На 12-м канале итоговый выпуск новостей в студии Екатерина Булучевская. И вот главная тема этого дня. Крепче за баранку держись, шофер! Подъезжаешь, ямище вот такая. Ну как так? Вместе со снегом с городских магистралей сошел асфальт. Когда начнется ремонт? Фабрика смерти. Правоохранители задержали драгдилеров, которые организовали лабораторию по производству запрещенных веществ. Бери не хочу. Супермаркеты снимают ограничения по продаже товаров в одни руки. Снова в школу. Родители выпускников сдали единый госэкзамен. Зачем? И посадили дерево, позаботились о потомках. Омские улицы украсят наследники легендарной белой ивы. В Омске начнут разрабатывать новые авиационные шины. О создании Центра материаловедения на встрече с замдиректора Ростеха заявил губернатор Омской области Александр Бурков. Это станет толчком развития отечественного производства, уверен глава региона. В новом центре, который оборудуют на базе завода «Прогресс», будут работать над рецептурами и технологией изготовления шин. Разработки АМИЧей можно будет использовать для производства автомобильных, авиационных шин и шин специального назначения. Также ученые освоят технологии изготовления резиновых смесей. Отмечу, на предприятии уже налажен выпуск комплектующих для кораблей, железнодорожного и автомобильного транспорта. Снег сошел вместе с асфальтом. Омские водители жалуются на состояние городских магистралей. Особенно сложная ситуация сейчас на второстепенных дорогах и во дворах. Есть претензии у автомобилистов и к тем участкам, где ремонт проводили совсем недавно. Состояние таких сейчас проверяет специальная комиссия. Эксперты дают свою оценку Омской магистрали. Ну а когда в городе начнется ремонт дорог, выясняла Дарья Шадрина. Центр города – улица Волочаевская. Чтобы проехать этот участок, водителям приходится маневрировать. Двигаться по прямой мешает огромная яма. Автомобилисты говорят, каждый год история повторяется. Вместе со снегом с омских дорог сходит и асфальт. Касается это даже тех магистралей, где ремонт провели совсем недавно. Вот возьмите даже магистральную. Позапрошлым году ее делали же, да? Все, подъезжаешь, ямища вот такая. Ну как так, вода стоит, когда с нефтезаводской едешь, полностью дорога залита водой. Ну как это называется? Ну вот делали люди, старались. Затем, как перезимовали омские дороги, следит специальная комиссия. Представители мэрии, подрядных организаций, которые проводили ремонт магистралей, стройконтроли и общественники с наступлением тепла начинают обследовать дорожное полотно. В этом сезоне, он начался 1 апреля, эксперты уже проверили почти 40 участков, где меняли покрытие. Всего в списке больше сотни магистралей. Замечания есть из года в год, примерно одни и те же. Это трещины, в основном из-за них дальше разрушения происходят. Но таких более серьезных, как там выбоины, все-таки это единичные случаи. Где-то колейность уже намечается, но пока в нормативе. Замеряем, будем предъявлять подрядчику, если разрушения серьезные. По условиям гарантии, она действует 4 года, подрядчик должен провести восстановительный ремонт за собственный счет. В противном случае фирму ждет судебное разбирательство. Впрочем, отмечают специалисты, это редкость. Как правило, после обнаружения трещин их заделывают в кратчайшие сроки. Однако для сохранения полотна в хорошем состоянии, говорят эксперты, этого мало. Важно не только ремонтировать, но и правильно ухаживать за дорогой. К примеру, в летнюю жару охлаждать асфальт. Это позволит избежать образования колеи. Нужны магистралям и омолаживающие процедуры. Нужно периодически, в соответствии с нормативными требованиями, в зависимости от интенсивности движения и состояния дороги фактического, периодически восстанавливать защитный слой. То есть эта периодичность может быть через год, через два, через три. Аварийный ремонт на омских магистралях уже начался. В ближайшее время дорожники начнут и замену покрытия. В этом году в рамках нацпроекта новый асфальт появится на 16 магистралях. Среди них улицы Лукашевича, Тарская, Перелета, Романенко, Интернациональная и Вавилова. На ремонт планируется потратить почти 900 миллионов рублей. Дарья Шадрина, Сергей Пайхалов и Сергей Гаврилов, 12 канал. Поставили криминальный бизнес на широкую ногу и колесили по стране. Омские полицейские выявили масштабное производство и сбыт синтетических наркотиков. В ходе оперативных мероприятий силовики выяснили, что в регионе работает целая передвижная лаборатория. Ее владельцы оказались опытными игроками теневого бизнеса. Рынок и схема сбыта были четко налажены. Выяснилось, что покупателями из Умской области не ограничивались, товар поставляли и в другие регионы России. По предварительным данным, с целью конспирации злоумышленники перемещались по нескольким субъектам Российской Федерации. И после каждой крупной реализованной партии запрещенного вещества перевозили лабораторное оборудование на новое место. Они арендовали в сельских населенных пунктах частные дома, где продолжали производить наркотики. Полицейские провели обыски сразу в двух регионах России продуктивно. В Новосибирской области обнаружили тайник, заготовленный для сбыта партии наркотиков в 6 килограммов. А самих наркодельцов задержали в Алтайском крае, взяли с поличным прямо на кухне. И в лаборатории изъяли более 80 килограммов запрещенных веществ с содержанием мифедрона. В список улик также пополнили 50 канистрами с прекурсорами, костюмами химзащиты, респираторами и противогазами. Реализовать наркотики драгдилеры намеревались в Западной Сибири. За изготовление избыт в особо крупном размере на трех участников группы силовики уже завели уголовные дела и назначили более сотни экспертиз. Сейчас полицейские устанавливают всех, кто может быть причастен к наркобизнесу. В Казахстан без ограничений почти с 11 апреля соседнее государство снимает все запреты на пересечение сухопутной границы. А это значит, что теперь въезжать в республику можно всем, вне зависимости от цели визита. Пока же пересекать границу могут только определенные категории людей. Например, те, кто едет в гости к родственникам, естественно, с имеющимся официальным приглашением. Или же те, кто собирается ухаживать за больными членами семьи. Среди оснований для вызова также получение образования, прохождение лечения или трудоустройства. Но уже со следующей недели для въезда в Казахстан не нужен будет определенный повод, достаточно отрицательного ПЦР-теста или справки о прохождении вакцинации. Добавлю, из Омска вновь запускают автобус в Павлодар первый рейс 9 апреля. Добраться до соседнего государства по-прежнему можно и самолетом. Все больше отделений перепрофилированных под лечение коронавируса возвращаются к плановому приему пациентов. Так, с этой недели в БСМП номер 2 открылись стационары неврологического, эндокринологического и терапевтического отделений. Всего 120 мест. В палатах провели полную дезинфекцию и уже начали принимать первых пациентов. Комфортно теперь можно пройти и диагностические исследования. Раньше, напомню, большая часть времени была выделена под больных ковидом, а для остальных прием был существенно ограничен. Но сейчас освобождаются помещения, а также оборудование, которое находилось в красной зоне. Сейчас, получается, объем услуг или объем медицинских диагностических исследований значительно расширился. Мы можем позволить себе расширить исследования сердечно-сосудистой системы. Мы можем позволить больше делать телостометрических исследований. То, что раньше мы делали, новые технологии внедряли в больницу. Если раньше мы работали, те же у нас томографы, УЗИ-аппараты, эхокардиографы, работали в основном на пациентов с коронавирусной инфекцией. И, конечно же, в этой ситуации пациенты, плановые пациенты, мы помощь им оказывали. Но временные рамки, конечно, были чуть-чуть сдвинуты. И в том числе и нагрузка на персонал была очень высокая. За два пандемийных года во второй больнице скорой помощи спасли жизни более чем 8 тысяч мамичей. И ковидный госпиталь продолжает работу в медучреждении. В отделении пульмонологии сейчас развернуты 60 коек. Это крыло с изолированным входом. Однако, отмечают медики, в случае острой необходимости за пару дней они готовы вновь увеличить коечный фонд. Снова за парту. Родители выпускников сегодня сдали единый госэкзамен. Это не просто просветительская акция, а настоящий тест-драйв для головного мозга. Все по-настоящему. Никаких шпаргалок и телефонов. С собой только паспорт. Таким образом, говорят организаторы, мамы и папы, которые в свое время отвечали по билетам, теперь могут понять, что в ЕГЭ больше всего беспокоит их детей. Как справились задачи взрослые и какие нововведения ждут выпускников на этот раз, выясняла Анастасия Вишова. На входе строгий контроль. Условия максимально приближены к реальной процедуре ЕГЭ. Сверка документов из списков, сканирование металлоискателем и жесткое правило. Телефон оставить на входе. С собой можно пронести только паспорт и черную гелевую ручку. Никаких исключений и послаблений. Экзамен настоящий. Вот только участники, не школьники, а их родители. Но для некоторых такой, на первый взгляд, суровый подход не в новинку. Людмила Тимофеева уже сдавала экзамен в тестовом режиме в 2005-м. Сейчас решила еще раз испытать те же эмоции. И главное – поддержать сына. Успокоить, наверное, не смогу. Но хотя бы уж объяснить обстановку, чтобы он мог заранее настроиться. И все-таки передать те эмоции, чтобы он понимал. Сдают мамы и папы математику. Правда, базовую. Упрощенный вариант по сравнению с профилем. Он нужен для получения аттестата тем, кто планирует поступать на гуманитарные профессии. В этом году увеличилось количество задач. Теперь их 21. Появились и практической направленности. То есть человек был в отпуске 9 дней. Потом, получается, он ходил, допустим, на пляж, ходил там куда-то на экскурсии. Как вы считаете, какие выражения верны? То есть я написала, что в 4 дня он никуда не ходил, так как он только был 3 раза на пляже и 2 раза был на экскурсии. Строгий контроль не только за участниками ЕГЭ, но и за экзаменационными материалами. Даже распечатка бланков ведется под камерами видеонаблюдения. С точки зрения технического сопровождения, если раньше у нас с пункты приезжали диски на каждую аудиторию, то теперь вся информация по защищенным каналам приходит в штаб, а оттуда уже распространяется здесь в школе по аудиториям. Но причем посмотреть никакие материалы нельзя, распечатать их нельзя. Для этого можно сделать только в 10.00 дня проведения экзамена. День экзамена, как и у выпускников, едины по всей России. Испытания ограничены по времени. На решение задач взрослым дается всего полчаса. Главная цель – показать родителям, что задания по силам их детям. Но без подготовки не будет результата. И фагоровые штаны во все стороны равны. Этот шуточный стишок знает, пожалуй, каждый. Его придумали учащиеся еще в средние века, чтобы быстрее запомнить теорему. Однако после окончания школы далеко не каждый вспомнит, как формула выглядит на бумаге. Мне было сложновато с теми заданиями справиться, где необходимо было помнить точно формулу. Нахождение, допустим, с геометрическими заданиями связано. Логарифмы я уже не помню. Только в этой школе ЕГЭ написали 30 родителей. Всего пунктов 5 в каждом округе Омска. Именно в этих учебных заведениях выпускники пишут госэкзамены. Условия приближены к реальным. От контроля на входе до завершения экзамена. В финале, как и положено, все работы отсканируются. Так никто не сможет их исправить. Свои результаты родители узнают уже через неделю. И, возможно, сильно удивятся. Анастасия Вишова, Сергей Гаврилов, 12 канал. Культура для всех и каждого. Сегодня в историческом парке «Россия. Моя история» состоялся семинар для работников районных музеев. Вместе они обсудили план проведения культурной эстафеты в честь 200-летия Омска области. Она стартует 5 июня и завершится 21 августа. В рамках мероприятия во всех районах области покажут стендовую выставку, которая расскажет об истории и достижениях региона. В каждом муниципальном образовании она будет дополняться экспонатами местных музеев. По воскресеньям в трех районах будут проходить праздничные мероприятия, концерты и спортивные состязания. Первыми эстафету примет с север области, знаменка Теврис и Усть-Тиши. В каждом районе жители узнают и об истории Омской области, о настоящем, о будущем региона. И познакомятся поближе еще раз с экспонатами, касаемыми своего района. Будет возможность еще раз объединиться, еще раз прочувствовать наши общие корни, наши общие истории и общее будущее. В Омске появилось еще одно граффити в поддержку российских военных в Украине. Яркое полотно размером 2 на 2 метра разместили возле дома по улице Осавиахимовской. Инициативу проявили жильцы окрестных домов, пожелавшие присоединиться к патриотической акции и выразить свою поддержку российским военнослужащим. Рисунок был создан омскими художниками и молодогвардейцами Единой России. На нем изображена георгиевская лента в виде буквы «З» и надпись «Своих не бросаем». Отмечу, что это уже не первый случай, когда омичи по своей инициативе участвуют в подобных акциях. Ранее жители города вывешивали на балконах своих домов российские флаги в поддержку наших военных. Жители, конечно, не могут оставаться в стороне и проходят многочисленные патриотические акции. Так, например, сегодня мы видим граффити, которое было нанесено благодаря молодой гвардии, партии «Единая Россия», благодаря жителям этого микрорайона. 12-й канал вошел в число самых цитируемых в стране региональных телеканалов. По данным медиалогии, в 2021 году наша кампания заняла 12-ю строчку общероссийского рейтинга. Мы оказались единственным каналом Омской области, который вошел в топ-20. Кроме того, наша телекомпания заняла четвертое место по цитируемости среди средств массовой информации региона. В тройку лидеров попали лишь интернет-издания. На 12-м канале в круглосуточном режиме выходят информационные, аналитические и развлекательные телепередачи, а также авторские программы «Овертайм», «Управдом», «Местные жители» и «Плей». А вот о чем расскажем сразу после рекламы. Не переключайтесь. «Бери не хочу». Супермаркеты снимают ограничения по продаже товаров в одни руки. Урок для школьных поваров. Приготовить это все можно по рецептуре. Ребенку это захочется, он все скушает. Будущие рестораторы сделали кухню 140-й гимназии по-настоящему высокой. И вот так экзотика посреди заснеженных омских полей блуждает фламинго, как заморский гость попал в сибирскую глубинку. Если радио, то максимум 105FM в Омске. Ниши на российском рынке займут частные китайские фирмы. Вакантными места оказались после ухода западных компаний. И это, уверены эксперты, может стать толчком для наращивания оборотов российско-китайской торговли. Сейчас предприятия изучают возможности для развития бизнеса на территории нашей страны. Тем временем в Омске на Левобережье открылся новый торговый комплекс «Китай-город». На выбор амичей большое количество одежды для взрослых и детей, сумки, бижутерия и обувь. Подробности далее. Куртки, вечерние повседневные наряды, детская одежда, что называется на любой вкус и цвет. Продавцы готовы удивить каждого покупателя и помочь подобрать удобные джинсы или стильный деловой костюм. И зимой можно прийти, выбрать спокойно, не торопясь, так как здесь очень тепло. Много места, очень комфортно, очень удобно. Не сравнить, как на улице, конечно. Вот в данный момент видите ассортимент, какой выбора большой. Здесь же можно дополнить свой образ новой сумкой или обновить домашний интерьер шторами. Торговый комплекс расположен на территории китайского рынка, так что продавцы многим посетителям уже знакомы. На территории торгового центра представлено 140 магазинов. Товар китайских производителей и товары из Киргизии. Посетив этот торговый центр, вы будете очень приятно удивлены соотношением цены и качества товара. А лояльные продавцы всегда готовы обсудить с вами цены. Амичи могут посетить Китай-город по адресу 3-я Енисейская, 3-2 с 8 утра и до 6 вечера. Время работы будет увеличиваться. Омские супермаркеты начинают снимать ограничения по продаже товаров в одни руки. Решение связано со снижением ажиотажного спроса со стороны покупателей. Сейчас общие продажи основных продуктов массового потребления – гречки, сахара, соли, вермишели и подсолнечного масла – во многих торговых сетях ниже показателей конца февраля и начала марта на порядок. Больше всего упал спрос на сахар сразу в несколько раз. В то же время крупные супермаркеты увеличивают запасы продукции на складах. По прогнозам предпринимателей, заготовленных сахарой и солей при текущем уровне спроса хватит более чем на две недели. А гречки – на месяц. Вкусно, полезно и красиво. В 140-й гимназии представители общепита и студенты Омского политеха продемонстрировали родителям школьников, какие может быть детский обед или завтрак. Встречу организовали специалисты департамента образования, чтобы обсудить проблемы системы школьного питания и предложить пути их решения. Совпадают ли вкусы родителей, школьных поваров и чиновников депобразования, расскажет Никита Гайдаш. На кухне столовой гимназии номер 140 кипит работа. Бок о бок со школьными поварами свои кулинарные шедевры создают сотрудники общепита и студенты политеха. Цель кулинарной битвы – показать, а вернее дать попробовать и детям, и их родителям школьный обед, который может быть не только вкусным и полезным, но еще и красивым. Даже обычный омлет можно подать так, что аппетит проснется с первого взгляда даже у самых привередливых маленьких гурманов. Приготовить это все можно по рецептуре, несложно. Главное – красиво выложить, и ребенку это захочется. И он все скушает и даже не поймет, что это было яички с молоком. Перед дегустацией родители обсуждают с чиновниками из департамента образования и Роспотребнадзора нюансы школьного питания, в том числе организацию родительского контроля за качеством обедов. Школьное меню, кроме пользы, должно еще и радовать аппетитным видом. И здесь, по поручению губернатора Александра Буркова, мэрия готова перенимать опыт соседних регионов, вводить обязательный родительский контроль и наращивать конкуренцию среди поставщиков. Прозвучала на встрече и еще одна важная инициатива – привлекать школьные столовые студентов на практику. Начинающие повара получат неоценимый опыт, образовательные учреждения, кадры и свежий взгляд на имеющееся меню. Это задел на будущее. Для того, чтобы к нам приходили, проходили у нас практику и показывали, как мы можем действительно накормить детей. Попробовать от шеф-повара ресторана «Фраппе» кофейный напиток – это, конечно, интересно, говорят родители. Но вряд ли вписывается в достаточно скромную сумму, которую закладывают на питание. А вот идеи студентов, которые еще сами совсем недавно пытались есть в казенных столовых, вполне укладываются в концепцию правильного питания. И главное – вполне по карману. Например, классический плов приготовлен на пару, но совсем не похож на бледную слипшуюся массу, которую обычно подают детям на больших переменах. У Амички Ольги Ереминой сейчас в 140-й гимназии учатся двое детей. Говорит, еду в местной столовой родители могли пробовать и раньше. Сейчас и качество, и вкус на уровне. Но Амичка уверена, что и от кулинарных шедевров, предложенных студентами, дети также были бы в восторге. «Поменялись повара, поменялось меню. То есть прогресс-то все равно чувствуется в школе. Поэтому я пришла, мне стало интересно, почему у меня дети, например, не говорят, что я не кушал, я не буду. Наоборот, говорят, мне нравится, я кушаю в столовой. То, что предлагает наша столовая, очень хорошего качества. И вот студенты, которые предложили блюдо очень интересное». На суд родители представили больше десятка рецептов. От плова и котлет до рулета с безе. В департаменте образования обещают, все свои навыки студенты политеха смогут продемонстрировать на школьных кухнях уже в этом году. Никита Гайдаш, Андрей Кузьмин, 12 канал. Детский инфекционный стационар появится на Левобережье. Сегодня стало известно, что мэрия одобрила строительство объекта на 300 коек по нацпроекту здравоохранения. Его начнут возводить уже в этом году на улице Перелета в шаговой доступности от 1-й БСМП. В учреждении будут располагаться отделения воздушно-капельных и кишечных инфекций, острых респираторных заболеваний и гепатитов. Напомню, что вопрос строительства детского инфекционного стационара губернатор Александр Бурков обсуждал на встрече с президентом Владимиром Путиным. Глава государства поддержал этот проект и дал поручение правительству России взять его реализацию на контроль. На возведение новой больницы из федерального бюджета выделят почти 5 миллиардов рублей. В Омске клещ укусил 11-летнего ребенка. Школьник гулял во дворе дома на Левобережье. И это первый случай в наступившем году. Ранее паукообразных находили только хозяева собак на своих питомцах. Специалисты объясняют, активность клещей связана с резким потеплением в регионе. Поэтому мячам стоит быть осторожными, особенно в парковых зонах. Здесь еще не провели акарицидную обработку. Специалисты ждут, когда полностью сойдет снег и земля подсохнет. Добавлю, Омск относится к территориям, неблагополучным по клещевому вирусному энцефалиту. А это заболевание приводит к серьезным последствиям для здоровья. Попытка нажиться за казенный счет не удалась. Группа предприимчивых и нечистых на руку. А мячей выломали ограждение, установленное вдоль набережной Тухачевского. И сдали несколько секций на металлолом. Но этого показалось мало, и любители легких денег отправились за новой партией. Тут-то их и задержал экипаж патрульно-постовой службы. Сейчас задержанными работают полицейские. Водитель, в машине которого перевозили разобранную ограду, вину не признает. Пытается убедить следователей, что понятия не имел, для чего знакомым понадобился забор, да к тому же краденый. Как сообщают в полиции, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Вторая жизнь столетнего исполина. В Омске появится аллея белых ив. Саженцы для нее вырастут из черенков, которые сегодня подготовили специалисты управления дорожного хозяйства и благоустройства, а также агрономы. Более полусотни веток от старейшего дерева Омска привезли в теплицу. Кто будет выбирать место для будущей аллеи и планирует ли сносить дерево с историей, расскажет Елена Бабкова. Для старожила Омска сегодня проводят своеобразные уходовые процедуры. Это не кронирование. Букет предназначается агрономам. Благодаря им столетняя ива получит вторую жизнь. Учитывая мнение жителей города Омска, что дерево все-таки символ нашего города, и опять же это, наверное, старейшее из известных деревьев на территории города Омска, было принято решение его сохранить, то есть не убирать. Ну и чтобы дать ему, скажем так, вторую жизнь, было принято решение взять с него черенки. Белую иву, которая выросла до размеров из полина, высадили омичи больше века назад. И хотя памятникам природы, согласно закону, такие посадки не признают, в 1980 году горысполком включил дерево в перечень. Однако от разрушения его это не спасло. Комиссия, которая проводила обследование ивы, пришла к неутешительному выводу. Дерево сейчас поражено грибком, поражено насековыми древоточцами, муравьями. Оно разрушается необратимо из-за влияния дерево разрушающего гриба, трутовик серно-желтый. Дерево уже разрушается от основания, там выпадают достаточно большие куски коры. И в свое время, в 2000-х годах, она была неправильно коронирована. Впрочем, несмотря на заключение комиссии, одна из достопримечательностей Омска не исчезнет. Сносить дерево с историей пока не планируют. А чтобы сохранить о нем память, высадят саженцы. Дожидаться подходящей погоды черенки будут в теплице. Каждый поместили в питательный грунт. В течение нескольких месяцев они должны прижиться. И уже потом окрепшие растения переедут в питомник. Как шутят агрономы, в их стволах точно будет течь сок той самой столетней ивы. Мы получим полностью идентичные растения. Детский минус говорит, что мамочка, грубо говоря, она немного возрастает. Но укоренение должно произойти, все хорошо. Кстати, место, где высадят деревья, возможно, выберут сами омичи. Определят площадку в ходе народного голосования. Ну а высадить саженцы агрономы планируют этой весной или следующей осенью. Так в городе появится аллея белых ив наследников самого старого дерева в Омске. Елена Бабкова, Владислав Осинцев, 12 канал. Сила в правде, потому что своих не бросаем. В Омской крепости прошел патриотический флешмоб «Наша Родина Сибирь». Омичи организовали акцию в поддержку провозглашения Донецкой и Луганской народных республик. Свою солидарность к проведению спецопераций в Украине выразили горожане, творческие коллективы областного центра, курсанты речного училища и организаторы Центра военной реконструкции «Кованая рать» служилой люди Сибири. Участники флешмоба собрали живые фигуры в форме букв V и Z, символов спецоперации российских вооруженных сил Украины. Мы считаем, что нужно сейчас поддержать, потому что информационная война, они все говорят, в ней нужно участвовать. Именно наше здесь присутствие – это та возможная помощь, которую мы можем здесь и сейчас оказать. И, конечно же, мы понимаем, что происходит. Что сейчас создается благополучие наших, не то что детей, даже внуков, теми действиями, которые сейчас совершаются на Украине. Но жители советского округа в сквере «Дружба народов» также выстроились в букву Z в знак солидарности спецоперации на Донбассе. По словам участников флешмоба, сейчас их волнуют жизни граждан двух новых народных республик и, конечно же, российских военных, которые защищают мирное население. Каждый гражданин, который голосовал за Конституцию, просто обязан поддержать тех русских солдат, которые сейчас на переднем крае. Им очень нелегко. И мы, объединившись вот в этом едином порыве, хотим поддержать их хотя бы эмоционально и искренне, морально. «Дитя заката» в самом сердце Сибири. Видео, как розовый фламинго идет по трассе Омск-Тюмень, сегодня набирает просмотры. А мечи восторгаются красотой заморского гостя и недоумевают, как экзотическая птица оказалась среди еще заснеженных полей. Некоторые высказывают предположение, что птица удрала из какого-нибудь зоопарка. Однако, по мнению орнитологов, скорее всего, у фламинго случился сбой птичьей навигации. В итоге, вместо юга Казахстана, где представители этих пернатых обустраивают гнезда, птица оказалась на трассе в Сибири. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно на сайте 12-й канал.ру. Там же вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или же позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. СПОНСОР ПРОГНОЗО ПОГОДЫ Если хочешь летом богатый урожай, ты весной теплицу со скидкой покупай! Выставка продажи теплиц в Омске. Крепкие, надежные, гарантируют. Скидка на монтаж 30% и парник в подарок. Площадь у Кит Интерьера и Континента. Телефон 50 50 23. Таковы новости этого дня. Благодарю вас за внимание и желаю хорошего вечера. Субтитры сделал DimaTorzok